Ты комсомолец? Да. Давай не расставаться никогда. Каждый год стараются собраться вместе те, чьи лучшие годы жизни связаны с комсомолом. Они бывшие комсомольцы, хотя говорят, что бывших комсомольцев не бывает, и это будет правильно. Глядя на их активность и задор, понимаешь, что такая организация, как Союз Молодежи, сыграла немаловажную роль в жизни советских граждан. Прошло уже немало лет, но слово «комсомол» для них по-прежнему остается звуком, ласкающим слух. Для меня комсомол – это жизнь. Для меня комсомол – это бурная деятельность. Для меня комсомол – это взаимоотношения коллективов, молодежи и в том числе разных поколений. Самое интересное время в моей жизни, самое доброе, самое веселое. Там было очень много интересных и полезных дел, которые мы проводили. И это школа, которая остается, видимо, навсегда в душе каждого из нас. Вечно молодым, не расстающимся с комсомолом, мы задали вопрос. А считают ли они себя комсомольцами сегодня? Ответы были разными. Мы все остались комсомольцами. Скажите, а можете ли вы называть себя комсомольцем сегодня? Конечно, нет. Ну, какой же я комсомолец? В том понимании, которое, значит, заложено уставом в ЛКЦ. Сергей Яковлевич, а можете ли вы сегодня называть себя комсомольцем? Да, потому что сегодня я получил поздравление, смс-ку. А что-то в поздравлении были не все печатные слова, я их не могу произнести. Суть стихотворения такая, что я как будто... Слав, я интервью даю. Добрый вечер. Даром. Ага. Что что-то посыпалось вот из меня, да? Я посмотрел и обомлел. Думал, что это песок, да? А оказался нерастраченный порох. Вот из меня пока сыплется не песок, а нерастраченный порох. Да, могут задать еще пороху старые комсомольцы. Ведь комсомол – это возраст души, с которым прощаться рано. Заметной весны высота невсета, и надо с дороги не сбиться. Мечта наша, гордая наша мечта, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.